Субтитры подогнал «Симон» Слава тебе, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, из беседы святителя Иоанна Затаусова. Невозможно человеку вести жизнь чистую, когда он не верует в воскресение. Что ты говоришь? Не ожидаешь воскресения и суда? Это исповедуют и демоны, а ты не исповедуешь. Пришел ты сюда, говорят они, прежде времени мучить нас. Если же говорят, что будет мучение, то значит, конечно, будет и суд, и отчет, и наказание. Не будем же прогневлять Бога сверх худых дел еще и не верим слову о воскресении. Как во всем прочем, Христос был начатком для нас, так и в этом, потому что Он называется и перворожденным из мертвых. А если бы не было воскресения, то как бы Он мог быть перворожденным, когда никто из мертвых не последует за Ним? Если бы не было воскресения, то как бы могла сохраниться правда Божия, когда столько злых людей благоденствует и столько добрых страдают, и в страдании оканчивает жизнь? Все же эти люди получат по своим достоинствам, если нет воскресения. Некто из живущих, правильно, не сомневается в воскресении, но каждый день молится, произнося это святое изречение. Да приидет Царствие Твое! Евангелие от Матфея, 6 глава. Кто же не верует в воскресение? Люди, идущие оскверненными путями и проводящие нечистую жизнь, Как говорит пророк, во всякое время пути Его гибельны. Суды Твои далеки для Него. Псалом 9. Подлинно невозможно человеку вести жизнь чистую, когда он не верует в воскресение. А кто не знает за собой ничего худого, то и говорит, и желает, и верует, что получит воздаяние. Не будем же проявлять Бога, но послушаем Христа, который говорит, боитесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Евангелие от Матфея, 10 глава. Боязнь эта соделает нас лучшими, и таким образом мы, избавившись от этой гибели, удостоимся Царства Небесного, Которым да исподобимся все мы по благодати человека и любви Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. Аминь. С миром Божиим.